Лететь вниз легче, чем вверх. И кажется, внизу тоже вселенная. И упав на это зеркало, понимаешь, что ты всего лишь до плоскости ада, как таракан всего лишь, для которого мир двухмерен. Это позитив, 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 кричат идиоты. Почему я был на марше не согласен? Потому что я не согласен. Я не люблю ложь. В России, если брать экономику, а за эти восемь лет не построено ни одного предприятия. Очень много развалины. А нам говорят совершенно другое. У нас уничтожается культура. Нам говорят совершенно другое. Мне надоела ложь. Я к своей стороне, к государству отношусь честно. Оно ко мне нет. И они мне не оставили другого выбора, как быть с этими людьми рядом, на одной сцене, на одном помосте, на одном эшафоте, если хотите. Но это факт. Еще одно, что меня туда привело, это большая боль и тоска о Питере, который сейчас разрушается. И, может быть, не дай бог, конечно, ваши дети и внуки, приехав в эту жемчужину мира, в этот славный город, увидят только одни декорации из фильмов «Звездные войны» или там «Чужой», или еще что-нибудь. И не будет никакой архитектуры, не будет никакой перспективы петербургской. А будет вот этот вот мраморный новострой. В Питере за последний год он потерял зданий, мне кажется, не меньше, чем в блокаду. А Невский проспект пострадал еще и больше. Снесено в последние годы, вот у меня листок нашей общественной организации, мы вот тут пишем Невский проспект, дом 15, Царство Небесное. Невский проспект, дома номер 55, 59, Царство Небесное, дом 59, я уже говорил, дом 89, 91, дома 4 и 6, Невский 114, 116. То есть, Невский баррикада, то есть, караул, дом Мурузи пошел трещинами, где жил Бродский, где жила Гиппиус и Мережковский, где весь цвет русской культуры. Пил чай и выдавал на гора вот то, чем мы сейчас дышим и питаемся просто. Я не политик, никогда, наверное, им не буду, но я гражданин своей страны, уж простите за пафос. Мои коллеги, которые пляжат и танцуют на разных кремлевских площадях, им просто хорошо, я не буду ругаться. Они хорошо живут, и этому рады. Они получили свои игрушки, свои особняки и яхты, и у них все хорошо, чего им вякать. Я тоже неплохо живу, да мне плохо, я не согласен. Вот и все. Меня раздражает, прежде всего, во мне в самом, вот это вот, вот это вот, у меня есть стихотворение, вот эта энергия слабости. Для какого мотора служит? Это что, страх перед надобностью или черствый хлеб на ужин, или это философия, понимаешь? То, что очень легко и мягко обложиться книгами, жить в этом Тибете, в своем уютном мирке, и смотреть, как разоряют Россию, ну и хер с ней. И так далее, и так далее. Я не знаю, но меня это очень раздражает во мне. Я считаю, что нужно мыслить масштабно, нужно понимать суть происходящего, глобальный процесс, который происходит в мире и в стране тоже, и быть гражданином. Быть гражданином необходимо просто. Иначе ты просто перестанешь себя, ну уж совсем уважать. Это будет печально, а мне так уходить, ну неохота просто. Неохота.